Привет, вот представьте себе такую ситуацию, после первой мировой у стран огромный финансовый криз, ветераны не получают социальные выплаты, да и в целом куча граждан остается с оружием, а в России успешный переворот с коммунистами во главе. И благодаря игре Hearts of Iron мы можем посмотреть на такую ситуацию, поэтому я смоделировал кучу гражданских войн по всему миру и собрал 60 игроков, чтобы мы посмотрели к чему это все приведет. Хотя, зная наших игроков, можно уже заранее сделать выводы, но и пока они все собираются, вы можете поддержать ролик лайком, это важно и заранее спасибо. И после крушения итогов Версальского мирного договора, все страны собрались на конференцию в Париже, дабы выяснить как дальше жить, но никто друг друга не слушал. Окей, тое, мы бы хотели поклупить коммунистам, Элни, что мы будем殺ить все коммунисты, потому что это главная заболевка в нашем миру. Утроина прям вее! Рупите хентарь. Ты же мошка болеет. Ты direct из Афганистана. Ты орешь. И весь этот балаган прервал какой-то боснийский радикал. И сразу же первая новость. Немецкое правительство в Берлине не признает итоги Версальского договора. Сылась на то, что его не подписывала Россия, а теперь Германия вообще является ее союзником. Это коммунисты, чертовы, восстали после проигрыша в Первой мировой. Но мы это исправим. Поможем России. И я решил спросить об этом лично Колчака, который объявил себя верховным правительством России. Но он перечислял своих противников и смеялся. У меня война с Украиной, Польшей и с Красной Россией. Но это как в песне. Я искал тебя вечной, словно Диор. А в это же время Великобритания выразила дипломатический протест. А после вопроса, почему России не было на подписание Версальского договора, премьер-министр ответил. Ни те, ни другие царя свергли. Гниды. Некого возвращать легитимного правительства в России не существует. Но тут его перебивает власть Ливерпуля, которую подняли в вооруженное восстание. Король угнетает права рабочих. Мне это не нравится. Вот никто не угнетает. Они сами себе придумали угнетенные. Они сами себя угнетают. И пока никто ничего не понимает, Литва объявила себя мировым центром коммунизма. Мы, как литовцы, хотим объединиться в один могущественный коммунистический мир. Но сама Литва втянута в огромную гражданскую войну. Рядом тоже не все спокойно. В Беларуси и Латвии тоже идут бои. И ситуацию прокомментировали эксперты из Южной Америки. И до нас дошли сводки с фронта в России. И там белое начальное наступление к Кавказскому фронту им удалось пробиться. Была взята Астрахань. А украинская армия независимости пытается взять под контроль границу социалистической Украины с Россией. И вот неожиданно развалилась советская Венгрия. Властям удалось объединить страну. Но потом советам удается успешно высадиться в Италии. Итальянские коммунисты взяли Пизу. И им пришел прямой прикос Ленина вывезти башню в Москву. А в Испании сторонники короля сильно поджали коммунистов в Каталонии. Но в это же время советам Финляндии удается каким-то образом пойти белые войска и выйти на Хельсинки. Армяне зачем-то подвели кучу войск на границу с Азербайджаном. А в России Колчак сообщает о взятии Нижнего Новгорода. Но генерала советской России это полностью отрицает. Где эта политическая шлюпа? Это не помешало Колчаку начать ярмарку. Объявляю первую, ой, как бы первую, двенадцатую ярмарку нижегородскую открытой. В связи с тем, что коммунисты дураки проиграли мне Нижний Новгород. А в Германии, несмотря на то, что Берлин отказывается выполнять требования универсальского договора, Швейцария наносит удар по коммунистам. Видимо, они представляют большую опасность для европейцев. Также у нас происходит что-то в Китае. Грубо говоря, здесь воюют желтый советский Китай против военных хунтов из синего Китая. Также восстание коммунистов охватило Индию. Но сюда Британия посылает серьезную поддержку, чтобы удержать власть. А Советы Финляндия заявляют о победе. Вся финская территория под их контролем. Видя усиление коммунистов в Европе, британцы не могут сидеть сложа руки и заявлять о создании альянса легитимных государств Европы. Туда сразу же входят Франция, Швейцария, Австрия, Чехия, Италия и Португалия. В ответ на это Москва создает альянс, куда входят Финляндия, Литва и Южная Италия. И видно, что коммунисты не особо едины между собой. Потому что помимо московского альянса появляется немецкий. Туда входят юг Германии и Словакия. А еще появился Варшавский, куда вошли Польша и Румыния. Также польским коммунистам удается занять большую часть страны. И внезапно пришла новость от Ленина. Он очень возмущался Красной Армии. Почему у меня дивизия слабее, чем литовская дивизия? Это бред, да ну, блядь, что ли? Ну, во-первых, попрошу, попрошу. Мы литовцы. А в это же время в России белые взяли под контроль царицына. А правительство Южной Германии проводит референдум, по которому жители решают присоединиться к Австрии. А еще в России состоялись переговоры между двумя воюющими сторонами, но у них что-то не пошло. А, да, да. А это он. Переговоры сорвались, московский альянс усилился серьезным союзником в виде половины Латвии. А австрийцы, видимо, так радовались новым территориям, что не прикрыли границу со Словакией, и те взяли Вену. И в Южной Америке что-то тяжело комментировать, здесь вообще ничего не понятно. И вот в Мексике советы постепенно откидывают войска противниках столицы. А итальянским коммунистам удается взять под контроль Рим. И теперь Ленин приказывает разобрать Колизей. И в это же время Украина запрашивает поддержку. Можно разгромить советскую власть в районе Украины? Я рот ебал. Также началась новая война между Швейцарией, Чехией и Сальвадором. А армяне и азербайджанцы решили между собой не воевать и напали вместе на Грузию. И британцы пошли подавлять восстание ирландцев. Но Россию не устраивает такая ситуация на кавказской границе, и Колчак лично пошел разбираться с армянами. Ну и пока кавказцы разбирались, кто кому проиграл нарды, жители Южной Германии провели новое референдум и присоединились к Швейцарии. И до лидера Афганистана дошла новость о разборе Колизея, и он был сильно возмущен, считая эти камни собственностью Афганистана. Я целый сундук вам отдал, ой, все, я объявляю войну Италии. Я столько камня притащил, все стащили у меня. И какая же интересная война идет на Аравийском полуострове. Здесь Йемен атаковал какое-то зеленое государство. Франция уже почти разгромила у себя Советов, так же это сделала и Испания. А вот на Востоке Советы берут под контроль почти всю Польшу, а Словакия успевает захватывать Австрию, Чехию и Венгрию. Также британцы берут под контроль Ирландию, а немцы атаковали Польшу. И в Южной Америке ничего не поменялось, но они теперь решили выступить с новым обращением. У нас одна задача, это подушить очко Великобритании, потому что дюжа она что-то оборзела, не отдает мне территории, да еще и захватывает всех подряд. И пока дипломаты из Южной Америки трындели, немцы подавили польских коммунистов, и лидер Польши решил выступить заявлением. Я оставил обычную Польшу, потом, короче, немец на меня оправдывает цель войны, я такой, не понял, он же демократ. Немец очень хорошо поступил, немец сохранил настоящий режим. Нет, ты про... Тебя, как согласил, блядь, я полностью согласил. Ты посмел поднять фашиста, птонок, да потому что этот польский бунтарк. Там такой, я оригинальная Польша, а ты полюс. Я оригинальная Польша, видишь, у меня в названии написано. Да у нас вообще... И вот такая сейчас у нас ситуация в Европе. Большая часть стран под контролем альянса легитимных государств. Коммунистов серьезно поджали, но появился еще один альянс между Болгарией и Турцией. Правда, в Турции идет гражданская война не в пользу стамбульских властей. Войска Татюрка скоро возьмут под контроль всю страну. Также завершилась гражданская война в Югославии, там советы взяли власть в стране. А в России, кажется, развернулось главное сражение. Красные и Белые ведут ожесточенные бои около Саратова, но Белые побеждают, и это наносит серьезный удар по Красной Армии. Всем, кто из Саратова, передаю привет, вы освобождены от красной чумы. Также передаю привет всем, кто окружен под Акмолинском. Вы можете просто сдаться. Афганистан решил поддержать британские власти в Индии, захватывает пакистанских коммунистов и выходит к морю. И Колчак тоже заявляет. У Советской России очень тяжелое положение. После прогроша под Саратом они не успели выставить фронт с белыми, и неожиданное наступление полностью его обрушило. Также поляки после победы над коммунистами собрали войска и пошли на Минск. И в генштабе белых происходит что-то непонятное. Короче, я объявляю, значит, о том, что мы начинаем наш ежегодный фестиваль в Индии, называемый... Это что за звуки? А Ленин продолжает возмущаться. Как я должен играть, блядь? Я вернулся, послушай. Все готовы остановить и вражду войны. Поляк согласился. Поляки также успевают давить второй фронт с румынами. А Ленин пытается договориться с Польшей, только он не учел с какой. Я поляк, я поляк. Смотрите, вы сейчас воюете с... Советская Россия пришла. В общем, надо поговорить. Давайте мы... Поляк, послушай, мы можем сейчас с тобой? Ну, мы прекратим войну. Я тебя очень попрошу. Я швейцар. И немецкая агрессия продолжается. Теперь Германия напала на Люксембург. И мировая общественность возмущена. Но никто ничего делать не собирается. Бля... Мы Люксембург. Также в Британии коммунисты решили остановить гражданскую войну и пойти на перемирие с властями. Великобритания, я хочу от вас потребовать, чтобы вы дали профсоюзы. Хорошо, профсоюзы будут устроены. Так очень много англичан погибло в этой войне. Я думаю, что мы должны объединиться против нарастающей угрозы. В Южной Америке ничего не поменялось, но дипломаты в этот раз решили озвучить дальнейшие планы. Во-первых, Европу избавить от тупых коммунистов. Во-вторых, комму... Коммунизм это дно. Треть, раздавить... Коммунисты хуже партии ЛДП. И Британия теперь единая. Также позиции британских советов после перемирия в Лондоне пошатнулись в Индии. Там власти скоро объединят под собой всю территорию. По советской России был нанесен сокрушительный удар. Дивизии Латвии перешли наступление, они окончательно обрушили фронт. Но Ленин еще пытается управлять войсками. Я ж наде... Я ж надумал то, что Финн... Это, да, ладно, короче. У меня бред какой-то, у меня почему-то дивизии, блять, куда-то пошли. Непонятно куда, зачем, куда, что творится, я не понимаю. А в это же время турки захватывают Грецию. Ну и мы возвращаемся к Ленину. Он решил попросить помощи у Турции. Я могу попробовать там переговорить. Давай мы им, короче, чисто по-братски отдадим весь Кавказ. И пока советские дипломаты договариваются с Турцией, латыши продолжают прорываться к Москве. И по карте альянцев коммунисты очень сильно уступают. Если сейчас Советская Россия падет, то это все. И к советам пришел лично норвежский дипломат, чтобы сообщить о начале войны с Финляндией. Через три дня мы нападаем на Финляндию. И латыши взяли Петроград с Москвой. Но Турция пытается еще спасти Советскую Россию. Она планирует высадиться по Черноморскому побережью. Но это, скорее всего, не поможет, потому что латыши берут последнюю столицу Советской России Брянск. И латышские коммунисты, да и эстонские, видя, что происходит, уплывают из стран в Южную Америку. И все. Советская Россия капитулировала. У меня проблема. И теперь она начала наступление на все оставшие республики. Также Германии удается взять Люксембург. Это серьезная победа. И смотря на Европу, можно точно сказать, что Советы здесь проиграли. Теперь битва должна развернуться между Альянсом легитимных государств, Россией с Германией и Турцией. Итальянские коммунисты уже почти отступили на Сицилию. А российские войска пытаются пробить польскую оборону. Немецкая агрессия продолжается. Теперь они захватывают Данию. Чтобы разгрузить ситуацию, один из генералов решил рассказать анекдот. В общем, едет по арабской пустыне. Хохол на верблюде. Жарко ему, потный весь. Догоняет его мотоциклист. Говорит, что тебе, друг, жарко? Говорит, да пиздец, жарко. Блядь, не знаю. Он говорит, ну ты законы физики учил, чем ты быстрее ешь, чем тебе прохладнее. Ну давай, пока. Едет вперед. Хохол такой, блядь, точно. Ударил по верблюду. И он понесся вперед, обгоняет мотоциклиста. Через час мотоциклист догоняет хохла. Хохол сидит и плачет. Мотоциклист подъезжает к ним и спрашивает. Братан, что у тебя случилось? Он говорит, да ебал я твои законы физики, у меня верблюд замерз. И неожиданно Британия вместе со своими доминионами атакует США. Они не были готовы к этой войне, и британцы прорывают границу. И в Европе происходит что-то странное, потому что внезапно Францию выгнали из Альянса. А страны из регитивного Альянса планируют на нее напасть. Давайте, я вас призываю в войну, алло. Там пустые пробки. И пока российские дивизии берут Минск, огромные коалиции стран нападают на Францию. Французы сдаются в первый же день войны. Вся армия бежит, а бельгийцы занимают Париж. И Франция капитулировала. Но прямо во время мирной конференции, страны легитимного Альянса обсуждали план нападения на Германию. Ну так, а кто цикует? Вы что, на приколе? Вы что, кончены? Кто боится на Германию нападать? Астре. Короче, если ты боишься, берем тебя, Аня, Алексей. Но Британия и Италия решили их не поддерживать и лишая их французской промышленности, передавая все в пользу Италии. Также британцы уже почти захватили США, и в это же время Россию удается вернуть Финляндию. Также капитулировали США, и в Европе начинается финальная битва. Испанцы в Бартугальце перешли наступление на британцев и итальянцев, турки взяли под контроль Армению, а испанцы прорываются вглубь Франции и даже выходят на итальянскую границу. В это же время Германия наносит удар по Польше, и она капитулирует, и испанцы продолжают пытаться пробить итальянцев во Франции. Но неожиданно просыпаются союзники Польши, они наносят кучу ударов по Германии, дивизии Нидерландов прорываются к Берлину, и это же делают чехи. И пока немцы пытаются отбиться от кучи противников, португальцы высаживаются во Франции, и итальянцы теряют кучу позиций. И в Германии сейчас вообще ничего не понятно, и русские зачем-то захватывают Румынию. Также британцы пытаются высыться в Испанию танками, им это удается, но потом испанцы возвращают порты, и танки остаются без снабжения. Но испанская пехота здесь довольно слабая, и танки возвращаются к портам. И итальянцев уже почти выбили из Франции, они на грани капитуляции, потому что немцы неожиданно перешли пустую границу и пошли на Рим. Турецкие власти каким-то образом отобрали себя Австрию и Словакию, а чехи с поляками отбили Польшу, пытаются взять Берлин. Но потом российские дивизии взяли Варшаву, и чехи с поляками капитулировали. Немцы решили кучу лишних проблем, но их войска из Италии были выбиты, турки взяли под контроль Грузию, Армению и Азербайджан, а Россия перешла наступление на Украину, и вот такая у нас получилась карта. Ну а на этом все, напоминаю, что вы можете поджать ролик лайком, а канал подпиской, также не забывайте писать свои видео для членов, в комментариях. Спасибо.